Супер-мега-звёздочка Привет, Вилуна! Вилуна, привет! Привет, Форточка! Здравствуйте, ребята! Вилуна, может и ты поздороваешься с ребятами? Привет, ребята! Да, ребята, кажется, Вилуне сейчас не до нас. Вилуна, недавно ты так играешь, у тебя глаза уже красные. Ну, может, минут пять, не больше. Вилуна, я вижу, что ты совсем потеряла счёт времени. Скорее всего, ты играешь вовсе не пять минут, а пять часов. Вилуна, Вилуна, очнись! Ну что ж, придётся вмешаться. Нет! Нет, Форточка! Ну что ж ты наделал? Вилуна, ты слишком долго играешь. Посмотри, какие краснющие у тебя глаза. Точно! Но мне было так интересно. И казалось, что прошло совсем немного времени. Проводить много времени за компьютером, в телефоне, телевизоре или планшете – это плохая привычка. Плохая привычка? А что это вообще такое привычка? Может, у ребят спросим? Давай. Привет! Привычки – это те действия, которые мы совершаем каждый день. А ещё привычки бывают полезными и вредными. А как понять, что привычка плохая или хорошая? Я думаю, если твои привычки приносят вред тебе или окружающим, то это плохая привычка. И лучше поскорее от неё избавиться. Например, грызть ногти или карандаш – это плохая привычка. Раскачиваться на стуле или спать на уроке – это тоже плохие привычки. Драться, дёргать девочек за косички – это тоже вредные привычки. Опаздывать на уроки и не снимать головной убор в помещении – это тоже нехорошие привычки. Понятно. А какие полезные привычки ты знаешь? Их очень много. Например, чистить зубы утром и перед сном – это отличная привычка. Сбалансированно питаться и высыпаться. Заниматься спортом и гулять на свежем воздухе. Читать книги и вести дневник успеха. А ещё полезно обливаться холодной водой. А ещё… Форточка, а у тебя есть плохие или вредные привычки? Нет, Вилуна. У меня только хорошие и правильные привычки. Это какие-таки привычки ты называешь хорошими? Например, я каждое утро протираю свой иллюминатор прохладной водой, проветриваю его. А самое главное – я всегда вовремя ставлю себя на подзарядку. Ну, вряд ли эта привычка поможет мне или ребятам с планеты Земля, ведь нам не нужна подзарядка. А вот зарядка, я думаю, нам действительно не помешает. И это станет ещё одной полезной привычкой. Кстати, зарядка – это комплекс физических упражнений, выполняемых утром после сна с целью повышения общего тонуса организма и для поднятия хорошего настроения на весь день. Хорошее настроение целый день? Форточка, и ты всё это время молчал? Вилуна, у тебя и без зарядки всегда хорошее настроение. Значит, всегда иметь хорошее настроение – это ещё одна моя полезная привычка. Ой, форточка. А что я буду делать, если вдруг моё хорошее настроение пропадёт? Как что? Конечно, зарядку. Ну, тогда давай же поскорее делать эту зарядку. Я бы, конечно, сделал её вместе с вами, но мне как-то лениво. Так ты лентяй? Ну вот, а говоришь, что у тебя нет плохих привычек. Ну, лень, между прочим, двигатель прогресса. Это как? А вот так. Именно благодаря лени были придуманы уликальные предметы и приспособления, которые облегчили нашу жизнь. Ну, например, культа телевизора. А я тоже вспомнила одно изобретение, которое появилось благодаря лени. И это лифт. Вот видишь, Вилуна, я же говорил, что я безупречен. Да уж. С этим сложно не согласиться. Вилуна, а что это ты делаешь? Как что? Ем чипсы с газировкой. Я каждый день так делаю. Я не думаю, что это хорошая привычка. Ведь такая еда не приносит пользу твоему организму. Форточка. Но ведь это так вкусно. Я думаю, что иногда можно себя попаловать, но не каждый день. Ах, как жаль. Получается, что хорошие привычки, и это не всегда весело. Да, каждую секунду нашей жизни мы делаем выбор. И каким он будет, зависит только от нас самих, от наших привычек. Ах, а я знаю такую игру. Ребята, играйте вместе с нами. Нужно выбрать полезную привычку. Автобус или прогулка. Лифт или лестница. Яблоко или чипсы. Газировка или вода. Диван или гантели. Книга или компьютер. Зубная щетка или шоколадка. Лицо с улыбкой или недовольное лицо. Молодцы, ребята. Вы отлично справились. Интересно, а какие хорошие привычки есть у ребят? А давай у них спросим. Я очищу зубы, помогаю маме с уборкой и застилаю постель. Я по утрам делаю зарядку, выгуливаю свою собаку и недавно начал обливаться холодной водой. А я стараюсь всегда быть в хорошем настроении. А какие хорошие привычки есть у порточников? Шнобзеля, Космоножки и Пружинкина. Вряд ли у них есть хорошие привычки, ведь они всегда попадают в неприятности. Порточка, а давай посмотрим. Кажется, у Космоножки разболелись зубы, потому что он их никогда не чистил. А Шнобзель весь чешется, потому что у него нет такой привычки, как умываться. Посмотрите, у Пружинкина живот болит, так как он ел много вредной еды. Да уж, мне бы хотелось иметь как можно больше хороших привычек. Форточка, а как ты думаешь, танцевать это полезно? Ну, конечно, ведь движение – это жизнь. Тогда я иду танцевать. Ребята, танцуйте вместе с Вилуной, а я пойду пополнять свою копилку новыми знаниями. Флай, Густо, Тодо, Краш, розовая кнопочка. Ромба, Лола, карандаш. Вилуна и форточка. Космоножка, Шнобзель, Страж. Нажимают кнопочку. И Пружинкин против нас. Вилуна и форточка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин